Виктор, если бы вам пришлось начать свою жизнь сначала, извините, да ничего страшного. Да не пускай. Если бы вам пришлось начать свою жизнь сначала, жили бы ли вы ее так, как живете сейчас? То есть мне мучительно или не больно за бесцельно прожитые годы? Нет. Ну почему бесцельно? Я думаю, что... Нет, ну естественно, как любой человек, который совершал в жизни какие-то ошибки, которые, может быть, которых не хотелось бы не делать даже сейчас. Но тем не менее, я считаю, что в основном я, так сказать, глобально никогда не просидывался. Вот я считаю, что вы играете очень, значит, с одной стороны простую музыку, но с другой стороны вот ваши философские тексты никогда не задумывались над тем, может быть, проще было играть какой-то такой легкий пункт и тоже быть популярным. На самом деле популярность, она не является самоцелью, понимаете? Самоцелью является как раз музыкой. Поэтому я это делаю для того, чтобы играть музыку, которая нравится мне, и вот группа кино. Ваша группа существует восемь лет, по-моему, уже, да? Да. Вы... Вот что у вас рождается раньше, музыка или стихи? Так. Или каждый раз по-разному? Тупиковый вопрос. Нет, ну не тупиковый вопрос, но я не буду отвечать, потому что... А, понятно. Ваш приход кинематографу. Все мы связаны с тем, что так получилось. Это было случайно? Ну, все случайно. У некоторых интервью о вас и с вами я читал, что вы бы хотели продолжить работу в кинематографе. Это правда? Если да, может быть, есть какие-то предложения в этом направлении? Ну, знаете, предложение, это не совсем подходящее слово, потому что положение у меня может быть и много разных, но это меня, как правило, не устраивает. Но действительно есть какой-то проект у нас, снять снова художественный фильм с тем же режиссером, который снимал фильм «Игла». А занимаемся этим тоже только потому, что это нам как-то вот интересно, потому что это наш такой знакомый. Вот вы обращаетесь к сложным социальным проблемам. Это не дань моде? Как я уже сказал, мы играем музыку, соответственно, и песни поем, такие, которые нам нравятся. Если мы обращаем к сложным социальным проблемам, то да, нам, значит, нравится обращаться к сложным социальным проблемам. Что касается дань моде, то, опять-таки, если мы хотели следовать за модой, значит, вывод такой, что мы хотим добиться какой-то там популярности и так далее. Соответственно, идти на какие-то компромиссы, то есть уже играть не музыку, которая нам нравится, а музыку, которая нравится людям. Вот что принципиально неверно. Ну, по-моему, как раз в вашем случае и сегодняшний концерт очень показателен. Мы бываем почти на всех концертах, которые мы приезжают. Вот. Он очень показателен в том плане, вот как вас принимали. Вас кругом так принимают? Ну, в общем, да, в среднем, да. Ну, где-то, может быть, просто... Где-то, может быть, спокойнее. Ну, основная обычная. По выражению эмоций. Ну, там просто где-то люди... Ну, такая обстановка на ваших концертах... Более спокойная, обстановка всегда очень теплая. Нет, я имею в виду вот такого плана, ну... Эмоциональная. ...реакция эмоциональная публики. Более эмоциональная. Да, еще более максимальная. То есть, это вот сегодня, ну, как обычно. Мы будем вас утомлять. Значит, я знаю, по-моему, после 85-го года до 88-го был какой-то перерыв там в программах ваших. Да, не было новых. Не было новых. С чем это связано? И попутно, на чем вы сейчас работаете, это спрашивали здесь. Ребята, мне... То есть, 85-го года, 86-го года вышел... Ну, что-то у нас не верно. Ну, вышла пластинка «Ночь». А вы не могли прозвать себе, в каком году, как называется? В 82-м году появился альбом, который называется «45» на гритофоне. Потом такой странный альбом, который назывался «46». Это в 83-м, да? Да, где-то. Потом в 84-м начале на Камчатке. В 86-м году вышел два альбома. Это не «Любовь и ночь». И группа «Крови» появилась уже в 88-м году, но как раз именно потому, что я работал на кино очень много в это время. А песня «Группа Крови» была написана для этой картины или она существовала отдельно? Ну, я никогда не делал ничего для. Ну, обычно иногда вот по сюжету фильма пишется... У меня просто не пишется и пишется. Никакого отношения к сюжету, я даже по заказу писать не умею. Ну, просто органично слилась вот с сюжетом фильма. То есть после группы «Крови» была... Была альбом «Знадопоимый солнце». Это последний сегодняшний день. Это последний сегодняшний день. Но сейчас, если не секрет, уже над чем-то работаете? Ну, как вам сказать, эта работа все-таки заключается в написании песен пока. Вот, и песни какие-то новые есть. Это я думал, что вот как только мы как-то немножко освободимся. Мы сейчас просто решили поиграть концерты. Ну, там, как немножко... Ну, работать и записывать. Хотя осенью у нас опять-таки это, по идее, должно... Съемка. Да, да. Значатся съемки, поэтому я не знаю, может... Нужно узнать, о чем этот фильм будет? Нет, потому что я сам еще не знаю. Нет. То есть это только такие проекты, и я просто не хочу дезинформировать. Зря он все может измениться сейчас. Видите, вот работа актера, она достаточно сложная. И все актеры говорят, что, хотя это все легко кажется, это очень-то сложная работа. Вот как вы на себя ощутили? Было легко сниматься в картине? Ну, он был актер, может быть, это и сложная работа. У меня актер не работал. Нет, ну вот ваша картина, вы там все-таки в какой-то мире... Ну, совершенно не было сложно. Что сложнее? Вы так вот выступать на концерте или перед камерой работаете? Это разная вещь. Для меня, в общем, не является сложным, ни кое-нибудь другое. Понимаете, это я... То есть то, что вам нравится, оно несложно. На следующей площадке я выхожу на сцену и так далее. Примерно одинаково. Ну, примерно одинаково, но мне не приходится никаких над собой делать для этого усилий. Понимаете? То есть я иду заниматься в любилом делу, что называется. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Если можно.